Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского населения Сибири. Виноградов Георгий Семенович, Иркутск, 1923 год. Тот свет. Сообщения о загробном мире, о том свете, как и рассказы о душе, это памятники народного творчества с присущими ему особенностями в содержании и форме. В них отражаются взгляды, в основе своей имеющей официальное учение церкви, но далеко не в чистом его виде, а пропущенное сквозь призму народного понимания. Поэтому в приводимых сообщениях мы сталкиваемся с такими явлениями, как в высокой степени наивная материализация отвлеченных понятий церковного учения, в дополнение к недосказанному в церкви, в силу склонности уяснять непонятное назначение известных названий неизвестным местам и так далее. В глазах простолюдина эти сообщения, эти сказания истолкователей смысла, а главное назначение похоронных обрядов, такие же достоверные источники, как свидетельство священного писания, поскольку оно просачивается через лубочную литературу и некоторыми другими путями в народ, как свидетельство живых примеров, живых случаев, на которые ссылаются рассказчики. Также должен был отнестись к ним и бытописатель в своей передаче, оберегая прелесть и привлекательность, простодушие, непосредственности народной веры. Загробная топография – наиболее запутанный и неясный пункт народных представлений. Бабушка Устинья передает, говорят, рай на белом свете и ад на белом свете – это не на небе и не на земле. По ту сторону ад, по эту рай, их разделяет такая елань – чистое место. С правой стороны Иордана находится рай, а с левой – ад. На небе вверху находится рай, там живет Бог с ангелами и святыми, мы живем под раем, а под нами, под землей – ад, там живут черти и грешники. Рай на небе – ад в земле, поэтому и называют тот свет темным, а этот белым. На тот свет, то есть загробный мир, душа идет не сразу после смерти. Три дня, говорят, душа бьется около своих телесов. Летает она по избе, как пташка, али маленький цыпленок. Ей охота скорее к Богу. Надо тоже открывать двери и трубу, чтобы могла лететь. Все эти три дня с того момента, как будут отпилены руки и ноги. Три окладных бревна у избы бывают в крови, а через три дня уничтожаются. Сорок день душу Бог никуда не предопределяет. Она еще не может принадлежать ни к тому свету, ни к этому. Ангелы носят ее. Эти сорок день Бог дает молиться каждой душе, а потом приопределяет ее в то место, какое она заслужила. То есть пресветлый рай или кромешный ад. Знающий человек, колдун, может сразу же после смерти, когда мертвый лежит на столе, узнать, какая судьба постигнет душу умершего. Для этого он удаляет всех из избы, тушит свечи. Дело происходит вечером или ночью. Лезет на печь и скрозь хомут смотрит откуда-то на покойника и видит, мучается ли душа в аду, блаженствует ли в раю. Сообщает, что на том свете есть гора, а за этой горой живут покойники. Когда человек умирает и является на тот свет, ему приходится лезть через эту гору. У кого ногти есть, тот сберется, а у другого ногтей нет, он лезет, лезет и все-таки оборвется. Здесь надо искать объяснение широко распространенного поверья, запрещающего бросать ногти с рук и ног. Ногти с рук надо весь свой земной век класть за пазуху, а с ног под подпол, а мужчинам в штаны. По словам других деревня Пьянова, ногти с пальцев с рук и ног старухи собирают мешочек. На том свете они понадобятся, и в нужный момент найдешь, когда заставят лезть на гору, они прирастут. Раз умерла девушка, вот приходит она в чистое поле, является старичок, это был сам бог, и за руку повел ее к себе. Приходят к высокой горе, избираются на нее. Лезли, лезли, старичок скоро залез, а у девушки ногтей не оказалось. Старичок и говорит, ты мне не нужна, не возьму я тебя с собой. Толкнул ее, девушка полетела вниз, с лавки и проснулась. Она обмирала. С тех пор не стала ногти бросать. Сведения о том свете, как о рае, так и о баде, получается главным образом от тех, кому приходилось обмирать. Или в народе еще говорят омирать. Такой случай был в Кемельте лет 50 назад. Жила там Настасья Бахарова. Как-то она захворала и умерла. Обмыли, положили на стол, все как быть. На третий день похороны. Стали уж в гроб класть, а она как вздохнет, да зашевелится. Все испужались, кинулись из избы. Она встала и рассказала, что с ней было. Вот встречают меня, рассказывает Настасья, два ангела. Пропели молитву, взяли под руки и повели. Там сады зеленеют, пташки поют. Поют все молитвы. А народ, как войско, идет по порядку. Большие всех сзади, вперед молоденькие. А с имя ангелы их забавляют. Привели меня к Богу. Бог говорит, мне тебя не надо. Иди обратно домой. Расскажи все, что видела. Только вот эти два слова не сказывай. А скажешь, умрешь. В этом рассказе брошено несколько штрихов для изображения рая, который, к слову сказать, очень слабо обрисован в народных рассказах. К приведенным штрихам представляется возможным прибавить очень немного. В раю украшен престол, и на нем лежат просфиры. Они для тех людей, которые приходят в храм до звона. Души умерших видятся здесь часто. У них там мало родня, и они навещают друг друга, ходят по разным дорожкам. Некоторые подробности вырисовываются из рассказа про Феодору. Она была замужняя женщина и не стала по что-то с мужем жить, и пришла к старичкам проситься. Выпросилась у их, ее взяли. Она ими помогала. Они, старички, вдвоем только и жили. Жила она там сколько годов и умерла. Ее похоронили. Святой Василий преподобный и Святой Григорий преподобный. Василий Григорий стал спрашивать, «Ты об чем, брат, скучаешь? Уж не о Феодоре ли задумываешься?» Он сказал удивительно, «Говорит верно, мне тоскливо стало. Что ж, одна женщина была между нами. Вот и ее не стало, скучно стало. Тебе, люди, говорят, поглядеть надо ее, познать, как она живет. Так вот, утречком за мной следом. Утречком встал Григорий, Василия нету. Проспал Григорий, пошел он в лес. Что это? Куда я? Попалась ему тропочка. Он по ей пошел. Пришел он к райским воротам. Тут святые ангелы у ворот караулят. Нет, суды входить нельзя. Он просится у них, «Пропустите меня, святые ангелы. Мне охота Феодору посмотреть». А Феодора тут недалеко, в раю живет, в комнатке. С ней женщины еще две. Феодора услыхала голос и стала просить, «Пропустите, святые ангелы, этого человека». Святые ангелы пропустили его. Он стал ее спрашивать, «Как умерла ты, Феодора?» Она говорит, «Тяжелая смерть была, жестокая. Сперва смерть пришла с косой, с пилой. Вот вражье набросилось к душе. Вот правда станет человек умирать. Глаза-то остолбинеют, вытаращат. Быть таково боятся. Караулят душу вражье. Прилетают несколько ангелов. Смерть тогда пилой отпиливает руки и ноги. Вот их сначала ноги и руки отымутся. Это она пилой отпилит. А потом косой голову снесет. Святые ангелы облетают. «Уйди, нечистая сила, отсторонись!» Вот тоже на смерть косой голову снесет. «А каково тебе, Феодора, мытарства были?» «Сорок мытарств прошла, сорок ступеней. И на каждой ступени вражьи кричат. Душа наша! Душа наша!» Они все пишут про нас. Все худое, а добро ангелы пишут. Они все и кричат про грехи. «Ох, святой Григорий! Тяжело мне проходить мытарство было. Вот последнее мытарство блуд. Ох, как я его пройду!» «Возьмут мою душу вражье, должна она блудила. Прошла, ангелы говорят, душа наша, она очищена. Вот и прошла она в пресветлый рай». Записано со слов Устиньи Степановны Лыткиной. Представление об аде значительно ярче и, пожалуй, отчетливо определеннее. Вот рассказ, переданный мне одной собеседницей, со слов ее знакомой, о том, как обмирала Дарья Кирилловна Кокушиха. «Похворала она, сколько-то и обмерла. Всякая душа на том свете по мытарствам ходит. Справедливую душу ангелы носят сорок дней и показывают на эти мытарства. Показывали и ей. Кто мясо воровал, передает, как у Шиха. Перед ним лежит мясо, курица, корова, которую он украл. Все в червях, а он над ним стоит и хватает, как собака. Кто вино пил, тянут его по гвоздям. Ябедник за язык подвешен. Молоко, кто продает, да разбавляет. Водой. Тот безуспешно, не переставая, отделяет молоко от воды. Кто брал взаймы, но не отдавал. Здесь ходят и разносят долги, но у него их не берут. Женщины, сделавшие себя бесплодными, здесь же мучаются. Дети, все, сколько они должны были принести, глядят через ребра и говорят, мать наша сгубила нас, на белый свет не пустила нас. Все и говорят это. Вот Дарью все водят по аду. Там в смоле кипит ее кум, который при жизни к ней все подбивался. Кипит смола. Посредине стоит кол. Около смолы кумова кровать. Положили ее на кумову кровать. Сверху льют водой, а снизу жгут солом. Куму пытают. Виновата ли она своему куму? Потом подвели ее к смоле и говорят, вот хватайся за кол. Если ты виновата своему куму, не ухватишься за кол. А не виновата, ухватишься, удержишься. Она протянула руку, схватилась за кол, спаслась. Протянула руку, а люди-то, которые в избе были, караулили ее, испужались добежать. Она очувствовалась. Что вы, Бог с вами, бежите, говорит. Ими с печки, на печке она лежала. Сотвори молитву, обращаются к ней с улицы через открытую дверь. Прочитала молитву, все пришли в избу. Она рассказала про ад, про все, что видела на том свете. Только три слова утаила. Не велели говорить, сказывать. Знала она, когда умрет, то тоже не сказала. Поясница потом долго у нее болела. Вот и тькуму-то я не виновата, а спину-то мне сожгли, говорила она. И показывала на пояснице с блюдце величиной сожженное пятно. В Тулуне был старик, Ермилушка. Он тоже обмирал и рассказывал о своих видениях. То же, что и бабушка Астраханьевна. Он тоже отказался сказать какие-то три слова. Знал о времени наступления своей смерти. Вид у него после обмирания был странный. Ходил он все время в длинном шабуре на насмешливые вопросы. «По что, Ермилушка, такой долгий шабур носишь?» Отвечал. «Я и чох-мох-юбка, да пупки». Так его потом и звали. Чох-мох-юбка. Кроме тех наказаний, о которых рассказывается в приведенных случаях, можно указать много других адских мучений. Тут мы близко подходим к вопросу о дозволенных и недозволенных действиях и представлениях народа. Вопросу чрезвычайно интересному, но для прямой цели этой главы найти по возможности все подробности, которыми рисуется загробная жизнь, позволительно ограничиться приведением имеющихся показаний, полученных из уст народа. Кто бабничая не размоет руки, потерпит наказание будет на том свете. Взыскивают на том свете остриженные волосы. Говорят, кудай девал волосы. Родился на свет с волосами, а умер. Пришел на этот свет без волос. Поэтому старые люди, главным образом женщины, волос не бросают, а копят их и делают из них подушки к смерти. За некоторые проступки, совершенные на земле, гоняют на том свете сквозь строй. Такое наказание постигает, например, хозяйку, которая из печи вынимает заслонку. То есть не убрал заслонки с шестка. Кто в карты играл, тому черти в ладоши иглы убивают. Когда колешь лучину, надо собрать все щепки, мелкие палочки, заноски. А то на том свете ими же будут тыкать тебе под ногти. Хотя и лань, как сказано, и разделяет ад от рая между обитателями той и другой части загробного мира. Есть некоторые общения. Обе части осведомлены. Одна о жизни другой. На том свете, утверждает старушка Дарья Богданова, души умерших живут вместе. Когда я прощаюсь с кем-нибудь, то говорю прощайте. На том свете увидимся и поговорим. Об этом же говорят многие ходячие рассказы. Наиболее распространенным из них можно считать популярную в народе легенду, из которой выясняются некоторые дополнительные сведения об Аде, о взаимных отношениях между блаженствующими в раю и мучающимися в аду. Это легенда о луковице. Женщина копала в огороде. Пришел старичок и попросил луковочку. Хоть маленькую подай, говорит. Женщина отказывает, а ее сын, шестилетний мальчик, пристал к ней. Подадим, мама. Ну и шо луковицу захотел, ворчит мать. Мальчик настойчиво просит. Не могла мать отвязаться, подала старичку луковицу. Вскоре мальчик умер и пошел в рай. Потом умерла и мать, пошла в ад. Мальчик увидел ее в аду и стал просить Бога за мать. Упросил, Бог сказал ангелам, чтобы они привязали луковку к нитке и спустили в ад. Те так и сделали. Мать ухватилась за луковицу, стали ангелы тянуть ее за нитку. Уже много она поднялась, но стала отбиваться от других грешников, которые цеплялись за нитку. Дескать, для меня луковка спущена. Нитка порвалась, а она еще дальше в ад ушла. Опять стал мальчик просить Бога за мать. Упросил. Опять ангелы. Спустили луковку на нитке. Опять уцепилась женщина за луковку, а за нее другие грешники. Опять она стала отбиваться, нитка порвалась и еще глубже в ад ушла женщина. Опять мальчик просит Бога за мать. Еще раз получил позволение. Уже совсем близко к выходу из ада вытащили его мать. Только-только осталось руками зацепиться за край бездны. А она еще стала отбиваться от грешников. Нитка оборвалась и она ушла на самое дно ада. О том же говорит легенда, рассказывающая, как 12 братьев собор строили. Легенды ясно говорят, что мертвые входят между собой в общение, что прежде умершие часто являются посредниками между Богом и вновь пребывающими в загробный мир. Тот свет не ограничен пределами рая и ада. Где-то ниже ада помещается Тартарары. Это место самое худое, даже хуже ада. Никаких сведений о нем не сообщают, если не считать предположений, что именно в Тартарары проваливаются могилы особенно грешных людей, которых земля не принимает. Есть еще какое-то место, где помещаются души людей, которые не по своей вине задушились. Эту душу ни в ад, ни в рай не пускают. И ходит та душа горемышная. Просятся туда и сюда, и никуда ее не пущают. В таком же положении оказываются души умерших без крещения детей. Эти души не находят себе места ни в аду, ни в раю. Который родится мертвым, тот никуда не идет. Ни к живым, ни к мертвым. Никто он. Другие говорят, что если такой ребенок недоношен менее половины периода беременности и схоронен, то надо взять с его могилы земли, завернуть ее в красную тряпочку, отпеть эту земельку и закопать в ту же могилку. Такая душа, ведь она уже зачалась, будет на том свете принята. Если ребенок не будет отпет, душа его обрекается на вечное скитание. Такого ребенка в могилу не кладут, а обыкновенно закапывают подполье. Привожу как иллюстрацию рассказ женщины из села Изогоп. «Я молода была, играла в разлучки, была в положении, ушиблась, родила мертвого. Украдка и схоронила ребенка на могилках, на кладбище, не сказал боговых слов. В первую же ночь пришло ко мне мое дитё во сне. Пошла утром перехоронить, а его уже нету. Обиделся и ушел с могилок. Пошел плакать в неосвещенном дому». Все рассказы такого рода сказаны в основе и похожи все между собою, потому что ребенок не идет ни в ад, ни в рай и принужден скитаться по неосвещенным домам. Приходилось слышать, что умерший без крещения ребенок считается на том свете слепым. Его нужно отпеть и дать ему материнное имя. Тогда он будет с глазами. Такова же судьба детей, зачатых, но нерожденных. Впрочем, проводить разницу между рожденными, но не крещенными, детьми и зачатыми, но нерожденными, не представляется надобности. Земля, она сама жать, не принимает так, чтобы беременная женщина не разродилась, хоть и схоронят. А женщина разродится. Как всегда, в подтверждении этого положения производится множество живых случаев, воскрешающих в памяти жуткие картины, от которых рассказывает Решетникова. Вот несколько таких живых случаев. Лет больше 20 назад на приисках у Арефья Тулунского жена мучилась родами трое суток. Так не разрешилась и умерла. Одели и положили ее в ледник. Она там ожила и разрешилась. Вскоре одежду себя сорвала, закутала ребенка и прижимала к груди. Пришли туда, а она сидит на пороге, мертвая. Еще мне приходилось слушать один рассказ. Померла беременная. Ее муж, рассказывают, пошел к ней на могилу. И когда пришел, услыхал стон. Слушает стон. И так сколько раз. Побежал народ позвать. Дело было в Иркутске. Никто не идет. Одни не верят, а другие боятся. Он опять на кладбище. Позвал сторожа. Тот ясно услышал стон под землей. Стали откапывать. Откопали. А женщина уже мертва. Ребенка к груди каким-то родом подтащила. Такой же случай передавали мне и в деревне тем. И объясняли его тем же. Земля не принимает так, чтобы беременная женщина не разродилась. Изложенные подробности недостаточны для того, чтобы дать отчетливую и определенную картину того, как протекает вечная жизнь на том свете, не рисуя видимого образа душ на том свете и их время при пробождении. Однако, с несомненностью выясняется, что загробная жизнь является прямым продолжением земной жизни. Что тот свет является довольно близкой копией этого нашего света. Люди за гробом сохраняют свои земные черты, как это видно из изложенных здесь сообщений и рассказывал. Место там окупается. Также мы находим привычные нам выражения земных чувств и настроений. Там галкают, там надсмехаются над убожеством одежды. Добрососедские отношения, установившиеся во время земной жизни, там поддерживаются. Душу встречают ранее умершие родственники и соседи. Люди за гробом обладают сознанием и могут влиять на земную жизнь и так далее. В соответствии с этим строятся и взаимные отношения между двумя мирами. Загробным и нашим, между отшедшими в вечность и живущими на земле.